Друзья, всем большой привет! С вами Дмитрий. Это канал про интересные автомобили, про автомобили без пробега по России, из Европы. Сегодня вам также хочу показать интересный автомобиль, которого у меня не было еще до этого на канале. Это вот такой вот Mercedes-Benz W213 кузов, кузов универсал, естественно, это дизель, автомат, задний привод, AMG-пакет. Итак, сегодня на дворе у нас 23 марта, уже тепло, очень ярко, поэтому, извините, одел очки, потому что невозможно стоять по солнцу и снимать самого себя. Итак, смотрите, какой вот красивый попилац. Я потом поменяю камеру, вам полностью отображу, интерьер, экстерьер автомобиля. Цена, цена, цена кусается, как и на все остальные автомобили, которые, да, продаются в настоящее время. Сами видите, что Solaris там пола уже к миллиону, короче, там, 13-14-е года. Стоимость этого автомобиля 3 миллиона 850 тысяч, значит, он 2017 года. Красивая машина, в хорошей комплектации. Давайте сейчас я поменяю камеру и все вам покажу. 23 марта 2022, запомните. Давайте через год посмотрим, какие на цены будут 23 марта 2023 года. Интересно, изменятся ли они в большую или меньшую стоимость. Но давайте не будем забегать вперед, посмотрим, что на сегодняшний день мы можем приобрести за эти деньги. Итак, друзья, давайте посмотрим на этот автомобиль. Что же мы там можем купить за 3850 2017 года Ешку. Красивый цвет, такой, знаете, небесно-голубой металлик. Такой вот уже тоже одному своему знакомому подбирал, правда, Цешку в АМГ-пакете. Ему очень нравился этот цвет. Такой вот длинный автомобиль. Длина его 4 метра 90 сантиметров. Клиренс 160. Это у нас АМГ-пакет. Разноширокие колеса. Передние чуть уже, задние чуть больше. Длинная, да, не согласитесь. Машина длинная, капот, передняя часть. Итак, очень классно, когда машина в каком-то пакете, там, нежели как в BMW в АМГ-пакете или Mercedes в АМГ. Это красивые вот эти, нижняя губа, да, бампера такие, более агрессивные. Лед полностью передние фары. Много хрома по передней части. Есть камеры 360, то есть по бокам и спереди сзади. У нас большая панорамная черная крыша с большим люком. Потом все продемонстрирую, все включу. Ну вот камеры, которые боковые, большие повторители в зеркалах. Очень выверенные такие зазоры у кузова. Сейчас вам покажу, какие большущие здесь тормозные диски. Смотрите, какие с вентиляцией. Не знаю, сколько, конечно, суппорта здесь, цилиндров, но очень большущие. То есть, видимо, чтобы качественно оттормаживать этот автомобиль на большой скорости. Дальше. Ну, потом по езде я прокачусь. Скажу свои впечатления по тормозам. Сзади тоже чуть-чуть уже другого диаметра задние колеса. Везде мы можем наблюдать, что это АМГ-пакет. Вентилируемые задние тормозные диски. В хорошем состоянии резина. У нас красивая задняя часть. Лед задние фонари. Большая такая тоже АМГ-губа. Снизу такие типа растекатели воздуха на заднем бампере. Вот. Значит, у нас это, конечно, фальш. Ну, накладки здесь, если видите, да? То есть, ну, выглядит здорово. Большие фонари. Сейчас покажу. 600, если не ошибаюсь, 70 литров багажник. Блин, закрылась. Сейчас открою. Так. Потом я заеду куда-нибудь в какой-нибудь тенек, чтобы более сочно показать вам интерьер салона. Так. У нас есть электропривод пятой двери багажника. Большущий-большущий такой, как бы, этот багажник. 670 литров. Электропривод. Таким образом можно и закрыть. Есть ручки. Шторка тоже отодвигается. Как помните, как в BMW пятерке тоже она отъезжает на рельсах. Такие везде клавиши под алюминий. Точнее, алюминиевые складывания задних сидений. Большое пространство получается. Здесь тоже все такого приятного алюминия, качественного. Не какой-то пластика, покрашенного под алюминий, а настоящий алюминий. Так. Такой ковер у нас. Мерседес. Сейчас поменяю камеру. Потом еще есть мягкий. Так. Под полом еще громадная полость. Соседка абсолютно новая. Но зацените, какая здесь глубина. То есть здесь можно перевозить, я не знаю, большое количество каких-то вещей, которые не нужно в общей полости перевозить багажника. Так. Крышка багажника складывается так же. Все достаточно быстро. Лед фары. Очень мощный свет. Такие красивые, большие, дневные ходовые огни. Вот это, кстати, тоже подсвечивается часть. Так, друзья, сейчас откроем капот. Он на газоупорах. Алюминиевый. Оригинальный. То есть здесь маркировки, что это Мерседес, Бенц. Такое большое пространство. Под капотом можем лицезреть. У нас такой вот продольный стоящий 4-цилиндровый мотор. Объемом, если не ошибаюсь, 1950 мм. Ну, 2 литра, так скажем, да. С турбонаддувом. 400 крутящего момента он имеет. Хорошие входные данные. Достаточно надежен. Все. Выполнено усилители из алюминия. Телевизор, да. То есть полностью все алюминиевое. Понятно, что мотор это не самый максимальный. Здесь больше места, как у BMW, да, длинная морда. Для того, чтобы устанавливать более мощные моторы. Все закрыто крышечками такими. Из качественного пластика. Но, сейчас не будем углубляться в какие-то технические данные. Давайте я вам покажу интерьер салона. И проедемся на этом автомобиле. Итак, друзья, переместился в тенек, так скажем, да. В более темное место, чтобы более красочно показать. Потому что на солнце невозможно отобразить салон. В каком состоянии, какие краски, да. Потому что слепит солнце и камера засвечивается. Итак, еще раз покажу. Такие вот у нас полностью LED передние фары. Задние, кстати, тоже LED. Такие вот. Достаточно яркий, хороший, качественный свет. А это значит, что и безопасный. Красивый кузов, кстати. Очень не маркий. В плане, ну, того, что он не так запылится, как черный цвет. Нежели как черный вы помыли. И через полчаса, особенно весной, пыль постоянно везде летит. Он будет весь белый. То есть, очень практичный цвет. Такие вот у нас LED задние фонари. Такими диодами, да. Не знаю, как это все выглядит на камере. Но вживую очень круто, такими хрусталиками. Большие, широкие задние фонари. Спартроники по кругу, камеры по кругу. Давайте сейчас я вам покажу сам салон. Блин, длинный, конечно, автомобиль. Такой внушает доверие. То есть, какую-то мощь. Прям надежность, наверное, да, безопасность по езде. Слепые зоны. Также у нас есть в зеркалах везде хром идет. Такая большая черная стеклянная крыша с панорамой, с люком. Сейчас все это откроем. Глянцевые везде такие вот накладки. И так, широко открываются передние двери. Такая она массивная, прям чувствуется тяжелая. У нас здесь используются хорошие отделочные материалы. Все обшито кожей. Такие вот строчки. Подогрева сидений. Здесь акустика обычная. Не премиальная. Везде, если вы видите алюминий, то это настоящий алюминий. Такой качественный. Полный электропакет. Везде кнопочки у нас из цельного алюминия. Накладки Mercedes-Benz. Очень качественная кожа используется в сидениях в МГ-пакете. Очень такие выраженные поддержки. Не знаю, как вам показать. Сейчас я камеру поставлю на единичку и покажу. То есть, вот такой вот с ладонь, то есть, вылет боковой поддержки. Наверное, видно. То есть, садишься как влитой в это такое сидение. Электропривод сидений полностью. И также упора поясницы. Подколенный упор, так называемый. Открываются у нас накладки алюминиевые, красивые, на педалях. Везде подсветки, которые можно менять. То есть, да, вот он. Ну, вот он уже меняет, как бы на другие цвета. Везде. Вот сюда. Видите? Синяя, розовая. Такая двухэтапная подсветка. Большущий вот этот. Не знаю, как его обозвать. Приборная панель, совмещенная с мультимедией. Знаете, таких два огромных планшета. Или один длинный широкий планшет. Много всяких различных опций в нем есть. Везде, видите, подсветки эти. Здесь у нас есть также алюминиевые лепестки. То есть, переключение в спорт режиме. Толстый. Толстый такой руль. Приятный в обхвате. Такие вот распашные створки бардачка. У нас черный потолок. Потолок необычный. Сейчас я вам открою его. Смотрите, как две сеточки разъезжаются друг к другу. То есть, передний это люк, задний это стеклянная крыша. Сейчас откроем. Вот он потихонечку так мягко открывается и отъезжает. Такой большой у нас люк, куда можно высунуться. То есть, защитная сетка, чтобы пассажирам что-то, не дай бог, не прилетело в виде камушка. Но и роль защиты от мошкары тоже защищает. Так. У нас здесь все из глянцевого пластика выполнено красиво. Различные функции мультимедиа. Все это выполняет. Так, давайте сейчас присяду на водительское место. Классная, крутая такая приборная панель. У нас получаются сенсорные уже вот эти кнопки на руле. То есть, чтобы что-то менять, просто не стоит нажимать, а просто все примитивно вы листаете пальцем. Здесь все меняется как бы. Так, сейчас включу камеры заднего вида. Видим, да, что они по кругу. Так. Ну и мерседесский селектор. Очень удобный 9G-троник автомат. 9-ступенчатый классический автомат. Крутая кнопка, не как у всех, да. Обычно старт-инжин, стоп у всех. А здесь такая-то на полупрозрачная. У мерседеса закрученная. То есть, открывается все очень легко, приятно. Такие вот ключ-карты на автомобиле. Ключи зажигания. Такая здесь зеленого вида полочка. Подстаканники. Приятные везде материалы. То есть, подсветочки. Вот они. Ну, в ночное время, я вам скажу, здесь вообще сидишь в таком... Иллюминации в такой просто с ума сойти. Круто выглядит. Везде большое обилие приятного на ощупь алюминия. Сейчас я присяду на задний ряд сидений. Покажу, как там свободно в Е-мерседесе. Так, даже вот видите, вот эти, как бы, центрального замка. Я не знаю, как правильно обозвать. Штыри. То есть, тоже выполнены из приятного такого перфорированного алюминия. Так, у нас большой доступ на заднее сидение. Здесь очень легко сесть на задний ряд. Большое пространство между передним и задним пассажиром. Такой вот вид заднего сидения. Классно, когда открыт люк. Потеплеет сейчас. Можно будет приятно ездить. Очень уютно с темной вот такой крышей. Смотрите, какая иллюминация, да, там на те же... Ну, подсветку ног, подсветка в картах. Вы, наверное, представляете, да, как здесь все классно. Классно выглядит в ночное время. Все это можно изменять цвета. Ну, интересная машина, конечно. Не спорю, там, по сравнению с другими, более, ну, конкурентами, бюджетными автомобилями. Все равно это уже премиум. Так ни крути, Mercedes это премиум. Сейчас сяду за руль и прокатимся вместе с вами. Почувствуем динамику этого автомобиля. Как он тормозится, рулится. Какая шумоизоляция. Так, друзья, сел я за руль водителя. Уместился удобно. Все органы управления у меня под рукой. Очень классная боковая поддержка в сидениях. Выдвинул себе вот эту поддержку, ну, подколенную поддержку ног. Мне очень удобно. Давайте сейчас проедемся, как бы проверим, как же она, то есть, так скажем, на ходу этот автомобиль. Так, выберем себе режим. Давайте выберем, сейчас, одну секунду. Выберем спорт плюс, да. То есть, вот она, красная стала какая-то. Мне кажется, более дерганная будет. Ну, будет максимально как-то пытаться крутить двигателем и держать пониженные скорости. Так, давайте развернемся. Наверное, помните, что у Mercedes очень хороший выбор от руля. То есть, можно без проблем с таким даже почти 5-метровым кузовом длиной. То есть, без проблем на пол полосы развернуться где-то. Сразу отмечу, я уже катался на нем сегодня, естественно, пока съехал до того, чтобы снять этот ролик. У машины великолепная шумоизоляция. Очень классно она хавает, значит, какие-то неровности. Но, сразу скажу, по повадкам она очень схожа с BMW 5-кой. То есть, в G-кузове, G30, там, в универсале, как-то я делал обзор. Очень схожи они, конечно, по рулежке. В общем, плавно, ну, стоят они классно в дороге. Давайте сейчас чуть-чуть нажму. Неплохо, неплохо разгоняется для двухлитрового дизеля. Быстро ускоряется. Понятно, у нас машина большущая. Сейчас проверим тормоза. Смотрите, со 120. Ну, вообще, на изи чуть-чуть нажимаю, машина прям кавкопанная, останавливается. То есть, вы нажимаете заново, и она великолепно разгоняется. Короче, ходовые качества у Мерседеса очень крутые. Мерседес есть Мерседес. Как тут ни крути, с талисманом сравнивать или там с B8 его не стоит. Это все-таки ближе к Audi A6 и BMW пятерке. Ребят, на этом у меня все. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Надеюсь, все нормализуется на рынке машин. То есть, да, там на новые машины станут падать цены на бэушку. Не знаю, конечно, когда это произойдет. Надеюсь, что скоро. Ребят, подписывайтесь на мой телеграм-канал, на Яндекс и Дзен, в группу ВКонтакте. Все найдете в описании. Мой номер также в описании под каждым видео есть. Какие-то консультации всем всегда отвечаю. Консультирую по полной программе. Ну, как бы максимально стараюсь помочь людям в этом деле. То есть, что-то понадобится посмотреть. Даже если не автомобили из Европы, обращайтесь смело. Буду рад вам помочь в проверке автомобиля перед покупкой или подборе. На этом у меня теперь точно все. Всем пока.